Ну что ж, я думаю, что если Дмитрий Пирог будет продолжать в том же духе, мы его еще не раз увидим на своих экранах. Зрители России, те болельщики не раз придут на его бои. Итак, первый раунд давайте смотреть. Обратите внимание за действиями Дмитрия Пирога, на его манеру. Великолепная работа ног, великолепное движение корпусом. При этом сильный нокаутирующий резкий удар. Все при нем. Ну а что покажет нам аргентинец, мы это увидим. Пока он для нас в большой степени загадка. Ну боксеры примерно одного роста. Нет, Дмитрий Пирог повыше, просто он подсаживается под своими соперниками. У него, в общем-то, для средневеса довольно большой рост, 185 сантиметров. Соперник поступает ему, по-моему, около пяти. Да, очень много было высказываний до боя. Это было в интервью. Это было... Ну, в основном говорилось о том, что в каком раунде Дмитрий уложит... Все уверены, что Дмитрий уложит соперника в нокаут. А вот что говорит Сан Дмитрий, вы знаете, он говорит, когда мне говорят, что я должен победить нокаутом, я этого терпеть не могу. Когда мне говорят, что я должен выйти победим нокаутом. Тогда, говорит, я вот стараюсь и никогда, как правило, это у меня не получается. Я должен выходить, боксировать, делать свое дело так, как я умею, делать его на полную катушку, а там уже успех придет сам собой. Но ни в коем случае никогда меня не должны, говорит, он настраивать на обязательный нокаут поединке. Да, у нас кто-то очень пассивен соперник Пирога. Он боится, боится Пирога, потому что вот в том бою в чемпионском, который Дмитрий Пирог провел в США, и который буквально взорвал американскую аудиторию, конечно, волны от этого взрыва дошли до Аргентины. И наверняка тот бой смотрел Масьель, и он понимает, какую опасность представляет для него соперник. Но еще раз скажу, аргентинские боксеры, это стойкие ребята, умеющие держать удар, сами очень неудобные, жесткие, колючие. Ну вот, попытался сейчас что-то сделать аргентинец. Но Дмитрий не форсирует события, он так присматривается, ищет свои коронные моменты для своих коронных атак. Одна из них очень интересная, он делает шаг правой ногой с ударом правой же рукой. Как он сам говорит, нокаутировать этим ударом нельзя, но я разбиваю защиту, потом следует удар левой, соперник отвлекается, и тут же молниеносно снова удар справа. Собственно, так он и выиграл свой чемпионский бой. И это у него, в общем-то, доведено почти до автоматизма, и наверняка мы это увидим и здесь. Знаете, самое главное, тот, что Дмитрий очень много работал с собой индивидуально, он сам изобретал себе всякие приемы. Знаете, до боя, когда боксеры еще, до начала боя, когда спортсмены находились в ринге, я видел уверенность в глазах соперника Дмитрия. Она нисколько не иссякла. Мне кажется, она как-то вот очень хитро спрятана. Под видом пассивного боксера аргентинец готовит, да, что-то готовит. Ну, тут главное тогда Дмитрию не дать ему момента, ни на секунду не оставить, не ослабить свой прессинг, чтобы вот то, что готовит аргентинец, не смог сделать. Ну, я вижу, Дима уже его немножко запутал своими финтами. Я подчас даже пытаюсь... Предугадать, да, что он сделает? Да, он уходит в другую сторону, или замахивается другой рукой, или атакует другой. Вот кто видит, Ирок, он все предсказывает за ход. За миллиметр от удара, удар пролетел от его головы, не коснувшись подбородка, а Дима точно контратаковал. Ответил, да. Ну, недаром самый любимый его боксер Рейшу Галлиэна. Боксер, в который попасть было трудно, и который мог вот такими отвлекающими ударами совершенно запутать соперника. Мы это прекрасно знаем, прекрасно помним. Который был настоящий боец. Пытается, не пытается, а обрабатывает своего соперника пирог, пока не вкладывается в удары. Но делает так это последовательно. Еще раз говорю, ему главное не дать сопернику ни секунды передышки. Постоянно держать его под этим своим прессингом, чтобы у Массиэля не было возможности что-то изобрести, что-то сделать. Я вижу, что соперник уже запутался. Он запутался действительно, потому что, ну, такой бокс, вы посмотрите. Ну, редко у кого увидишь. Американцы вообще сказали, откуда этот парень приехал? В России так умеют боксировать? Кто он вообще? Поэтому нет смысла Диме играть в кошки-мышки. Нужно уже чего-то предпринимать. Все ждут этого. И зал ждет. Зал ждет. И мы с вами боремся. И вы, уважаемые телезрители тоже. Ну, вот концовка раунда в исполнении пирога. Ну, вы знаете, как большой профессионал он считается с телезрителями и с зрителями в зале. Так, третий раунд. 12-раундового боя за звание чемпиона мира в среднем весе по версии всемирной боксерской организации. Удивительно, никто ничего не подсказывает. Кому? Пирогу? Ну, естественно. Если люди болеют и переживают, каждый что-то хочет внести в победу нашего боксера. Ну, вот, Андрей, вы сами профессионалы. Достигали самых больших высот в этом виде спорта. Что признали, что не можете угадать, что сделает пирог в определенный момент. Куда уж там зрителям простым в зале, не столь искушенным, что-то подсказывать ему. Вот, посмотрите, вот это движение, да? Выбрасывается рука вперед, а атака идет совсем с другой стороны. Он, Дмитрий, атакует под разными углами. Совершенно под разными углами. И он как бы передергивает затор. И по разным этажам. Передергивает затор, не возвращая руку назад. Допустим, это удар снизу или сбоку, или наоборот, а еще какой-то другой. Причем перешагивая ногой в другую, как бы, стойку, да? И с той стойки еще раз перешагивая, подходя к сопернику. На всякий случай, отодвигая заднюю ногу немножко назад. То есть, он страхуется полностью, атакуя, защищаясь в одно время. И руки на месте у него. Руки у него на месте как раз по-разному. То сверху, то снизу. То сверху, то снизу, но он не забывает о защите. Чуть что, у него правая рука поднимается к виску. Вот это движение левым плечом у него отработано тоже до автоматизма. Вы слышите кричат из угла. Здорово, Дим, здорово. Действительно, красивый бокс демонстрирует наш чемпион. Последние минуты третьего раунда. Такая методичная обработка идет, пока не вкладывается пирог в свои удары. Но как бы ставит постоянно соперника на место, держит его под высочайшим напряжением. Причем, куда бы ни пошла голова... Аргентинца. Для аргентинца, Масиеля, везде, везде руки пирога готовы настичь эту цель. Ну а вот, посмотрите, Масиеля решил показать себя. Показать зубы, как говорится. Пошел вперед. Атака была, в общем-то, неплохая. Там, вы посмотрите, пропустил удар пирог, но этого нельзя делать. Левая рука была опущена, а удар, конечно, нельзя ни в коем случае расслабляться. Ну, наверное, это и к лучшему разлил, наконец-то, его аргентинец. Ну все, пора заканчивать с ним. Ну посмотрим, 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 как будет дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ На телегонале «Россия-2» продолжается интереснейший поединок за звание чемпиона мира в среднем весе по версии всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог против аргентинца Хавьера Масиеля. Четвертый раунд, уважаемые телезрители, и все только начинается. Вот именно он начинается, потому что в конце третьего раунда, то есть прошлого раунда, Хавьер Масиель вдруг неожиданно взорвался, причем такими длинными сериями даже точно достал нашего боксера в подбородок. Мы немножко, конечно, растерялись, но Дима начал готовить контратаку, в этом время прозвучал гонг, и надеемся, что сейчас Дима покажет ему, то есть отомстит. Ну да, эта атака разозлит его, и он должен начать действовать уже почти на пределе. Ну, посмотрим, как это будет. Но еще раз хочется сказать, что Хавьер Масиель – абсолютный мальчик, не для битья приехал сюда в Россию, нет, он приехал, чтобы честно биться за титул. Да, все, Дима созрел, чтобы нокаутировать своего соперника. Но неудобно, аргентинец вот так иногда, он так коряво, но отстреливается, выбрасывает удары. Этого надо опасаться. Вот сейчас я вижу, пирог разозлился, я думаю… Но главное, чтобы эмоции не захлестнули, хотя он четко всегда себя контролирует. Главное, чтобы они не перехлестнули эту планочку, потому что потом это сделать будет очень сложно. Это нужно все делать холодным умом, холодным расчетом. Очень часто свои победы досрочные, пирог одерживал ударами по корпусу, а именно в печень. Это тоже у него очень хорошо поставлено. Снизу вот удар левый подбородок достиг цели. Отходит назад Массиэль. Да, попал, попался справа. Но надо продолжать, продолжать, продолжать. От печени, печени, открытая печень. И вот снова попытка удара по печени мы видим. Нет, Дима действительно разозлился. Но нельзя забывать о защите ни в коем случае. Массиэль пытается отстреливаться из окопа. Удар ниже пояса. Очень четко Бенджамин Остелес среагировал на это. Но остается совсем немножко времени в четвертом раунде. Нужна концовка, но вряд ли Дима сейчас пойдет на решающий удар. Просто... Да, закончим четвертый раунд. Ну, даже если бой перейдет в поздние раунды, я уверен, что выносливость и физическая форма пирога будет на высоком уровне. Потому что видел его тренировки, сколько пота он проливал. Вот здесь, в Москве, перед отъездом в Екатеринбург, где проходил последний сбор. Зал включился. Должен включиться сейчас и наш чемпион. Ну да. Все в ожидании нокаута. Ну, я сейчас говорю про себя. Думаю, что вы согласны со мной. Ну, что такого яркого, интересного окончания. Причем красиво. Никого там просто сильного удара и падения, а придуманной интересной комбинации. Ну, действительно, под разными углами летят перчатки. Не просто Масьелли. Надо ему отдать должное. Не очень растерялся. Пока пытается держаться. Вот так и просится удар с правой, полупрямой, полусбоку у пирога для Масьелли. Ну, он сейчас сбросил два правых боковых. Мне кажется, он этим ударом и закончит этот бой. Полупрямым, полубоковым. Так вот, через руку, через плечо. Я даже видел несколько раз его замах в эту сторону, но он не стал, видно, форсировать события. Еще пока выжидает. Приучая, что ли, боксера опускать руку пониже. Он очень здорово анализирует каждый момент в ринге. И вы действительно... Вот снова пошел удар в область печени. Вы действительно сказали, он приучает соперника к одному, а потом пытается сделать нечто противоположное. Как будто на грани сейчас. Соперник пирога. Вот снова удар по печени. Нет, огрызается. Огрызается. Да, нет. Ну, сильно аргентинец, характером, духом, физически сильный парень. Это видно. Он постоянно пытается мириться почему-то. Он уже третий раз протянул руку. Типа, не бей меня сильно, что ли? Нет, там был удар чуть ниже пояса. Рефери остановили. Как бы извинился. Ох, как здорово. Сейчас уходит от ударов. Дмитрий... И зашел за спину. Ну. Ну, впечатляет, не правда ли? Да. Пятый раунд заканчивается. Хороший раунд, Димка. Скоростный раунд. Гонг. Ну, какая защита к Туровичу? Да, если честно, я думаю, что бой будет не такой сложный в техническом плане, а что ли... Попроще? Нет, не попроще. Я думаю, что аргентинец будет как-то поострее, что ли. Ну, как ему быть поострее? Он пытается, вы его два-три раза видели, эти вспышки остроты с его стороны. Но он под постоянным песенком, еще раз повторяю. Отсюда быть острее очень сложно. Или, возможно, мы привыкли к ярким победам пирога нокаутом, поэтому мы ждем этого снова. Конечно, конечно. Да и мы, зрители в зале, все ждут. Ну, так вот, что-то потерял дистанцию сейчас Дмитрий. Аргентинцы спасают то, что у него руки постоянно на месте. Ну, а задача пирога приучить его к этим высоко поднятым рукам, все-таки. И потом попытаться, наверное, ударить по туловищу. И если тот вдруг опустит руку, продолжит атаку. Ну, собственно, это элементарные вещи. Но ими Дима владеет в полной мере. Машет мимо цели Масиель. От души попытался пробить сейчас Хавер Масиель. Ну, тоже демонстрирует свой уровень гибкости, свое умение защищаться туловищем. Нет, неплохой боксер, ничего не скажешь. Небольшие замечания, в общем-то, бой проходит чисто. Ну, да, тут просто Дмитрий положил руку на шею соперника, чуть-чуть пригнул его. Этого делать не разрешается. Итак, последние 30 секунд сейчас пойдут с шестого раунда. Ну что, хочет наверняка все-таки Дмитрий добиться победы, да? Как вам кажется? Он ждет, он чувствует, хочет почувствовать, вернее, точку, то состояние соперника. Когда он готов. Ну да, когда плод как бы созрел и должен вот упасть от малейшего удара. Ну, в принципе, если Дима будет форсировать события сейчас, конечно, он добьется успеха и просто-напросто нокаутирует. Ну, к этому нужно приложить очень много усилий физических, а он человек творческий. Да. Он хочет обмануть так и победить ярко. Опираешься играть в видеоигры? Вооружись Твикс, и пауза станет еще интересней. Печенье, карамель, молочный шоколад. Сделай паузу. Скушай Твикс. Седьмой раунд. Бой за звание чемпиона мира в среднем весе Дмитрий Пирог. Россия против Хавера Масеэля Аргентина. Мы вот перед тем, как уйти на рекламу, сказали о том, что Дмитрий не просто хочет победить. Да, действительно, в его характере. Он хочет сделать это красиво. Он заботится об эстетике бокса. И вообще в своих интервью он говорит, я даже не столько придаю значение своим победам, или даже может быть поражениям, но хочу, чтобы меня помнили не за количество выигранных боев, и не за звание в первую очередь, а за то, какой бокс, какой след я оставил. Чтобы меня запомнили как боксера, самобытного мастера. И это ему удается. На самом деле он тоже сделал, мы его запомнили. Но теперь его должна запомнить публика во всем мире. Даже люди, которые не имеют отношения к боксу, уже наслышаны о нем, и спрашивают меня, как это вот так, вот я им рассказываю. Ну а если это узнают люди в других странах, то телеканал HBO Showtime будет организовывать бои в любой стране мира. Конечно, конечно. Они уже положили глаз на этого парня. И вообще, несмотря на то, что ему 30 лет, все только начинается, все главные победы и бои у него впереди. Стал опускать руки на Масье, посмотрите. Приглашает к атакам пирога. Надеется на встречные удары. Давайте посмотрим. Нет, снова высоко поднимуты перчатки. Ну а зрители подбадривают пирога. Уже просят. Уже просят подкаутер. Да, 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 да. Ну все-таки быстрый. Здорово, Дима, здорово. Быстрый на самом деле Хавер Масьель. И неожиданный. Да, неожиданный. Недаром Дмитрий говорил, что соперник абсолютно непростой. Но это удар пришелся в перчатку. И сейчас в защиту. Хотя так размашисто и красиво делал Масьель. Ну да. Чем быстро на самом деле. Димуль, все видишь нормально. Все красиво. А вот сейчас пропустил удар по корпусу пирог. Этого тоже не надо делать. Посмотрите, как взрывается неожиданно, да, Масьель. Быстрые руки. Очень быстрые. Быстрый взрыв. Ну, посмотрите, какая концовка. Ну вот, аргентинец показал себя во всей красе, я должен я вам сказать. Возможно, его тренер поставил в свое время в стойку правши. Ну, ему бывает, он научился так боксировать, а генетически все равно, ну, как бы, хочется ему поменять сторону. Вот и все. Ну, вот правильно пирог сказал перед боем. На мой взгляд, это скрытая левша. Ну, зрители начинают посвистывать. Все-таки хотят от Димы более яркого зрелища. Дима, пора на самом деле. Здорово, Дима, здорово! Ну вот, пошел, достал слева прямым. Ну, наверное, тут еще, знаете, какой-то психологический момент тоже присутствует. Ведь первая защита своего звания бывает, как правило, сложной, да? Ну, конечно. Ты достиг чемпионства, ты был на вершине. А как жить в этом звании, в этих рамках, ты еще не знаешь. Ну, через это нужно пройти, чтобы почувствовать себя настоящим чемпионом. Да, чтобы все опасения откинуть и снова стать самим собой. Имеет ли смысл пирогу сейчас взвинтить темп? Я думаю, что смеет. Что и имеет, на самом деле. Потому что темп очень невысокий. И Масель просто-напросто не устал. Но он двигается в своем режиме, как хочет. Дима ему это пуляет делать. Хотя творческий процесс идет. Нам нравится техника и тактика. Но не хватает жесткости, такой точности. Ну, вот камера огрызается. Только я сказал про жесткость. Да, Масель показал, что такое. И теперь очередь Димы. Посмотрите, как пошел вперед. Аргентинец. Да, он почувствовал, что может, может что-то сделать. Вот эта пауза какая-то непонятная была со стороны пирога в предыдущем раунде и в этом. Она, конечно, вот то, о чем мы говорили. Ослабил он свой прессинг. И аргентинец тут же воспользовался этим. Тут же. Ни в коем случае нельзя это позволять ему делать. Смотри, что. Он попадает на самом деле. В любом случае он атакует. Сейчас удар был ниже пояса. Этот раунд намного активнее аргентинский боксер. Вообще судьи этот раунд могут отдать ему. Не от всех ударов ушел пирог, поэтому... Сейчас попытка Клинча. Ну, посмотрите, как воспрял Масье, да? Что-то стало много замечаний. Как только тем повысился и как только аргентинский боксер Денис Бахтов... Денис Бахтов после своего боя, да. Итак, девятый раунд. Да, уже две трети поединка позади. Вообще, надо сказать, что у пирога очень мало было 12-раундовых боев за его карьеру. В смысле, 12-раундовые-то были, но когда он на ринге продержался все 12-раундов. Это было вот в 2009 году с Кофи Джантуа. Такой ганский боксер, очень непростой тогда попался, Диме. Ну, он выиграл, конечно, по очкам, абсолютно единогласным решением. Но провел в ринге все 10 раундов. И также 10 раундов он провел от начала до конца с Геардом Аветовичем. Это было в Москве в Олимпийском в 2008 году. Ну, вот сейчас я вижу, пирог обозлился. Он обозлился в первую очередь на себя. Когда он так кивает головой, вот так вот, он же два раза за этот раунд кивнул головой, значит, он что-то задумал. Мы слышим сейчас слова Кирилла Пчельникова, обращенные к тренеру, секунданту Димы. Слава, говори ему, постоянно говори. Ну, вот сейчас был неплохой удар в область печени опять. Ну, вот надо воспользоваться и навстречу. Да, встречный удар нужен. Конечно. Когда боксер сам идет на тебя, раскрывшись, несмотря на то, что у него удар очень быстрый, да, ну, пирог-то еще быстрее. Ну, вот мне кажется, сейчас Кириллу Пчельникову не надо так много кричать, диктовать. Дима сам все прекрасно понимает. В углу работа идет. Ну, темп, темп, надо поднять темп. Ну, вот удар навстречу великолепный. Ну, продолжать, продолжать. Вот сейчас удар в корпус был. Ну, не надо останавливаться. Добивать. Левый, держи его. Борисом, его рукой за его. Опять удар ниже пояса. Ну, хороший встречный левый сбоку. Такой очень сухой, короткий. Дима начал ловить уже на удар передней рукой соперника на встречке. Ну, снова хорошая концовка. Да, бой разошелся. Ну, давно пора. Нам же хочется есть чемпионский бой. Бой за звание чемпиона мира. Ну, что, немножко зажгли любителей бокса, зрителей. Следующая серия. Десятый раунд. Ну, вот, неплохо. Здорово все-таки уходит от ударов. Красиво, зрелищно, да? Да, все успевает. Он даже успеет. Он даже... Ему не обязательно стоять на двух ногах. Он даже может стоять на одной ноге. Вот так вот, как бы, одну ногу поднимает. И она, как рычагу, помогает голове отходить назад. Замечательный рефер. Да, чуть-чуть он пригнул рукой опять соперника. Нужен взрыв. Нужен взрыв и жесткий удар. Мне кажется, Дима немного запустил ситуацию. Я знаю, бывает такое, когда... И много раз через... Сам проходил. Когда ты... Запускаешь ситуацию, а потом не можешь ее уже поменять. Соперник привык к тебе. И ты не знаешь, что дальше. Как бы знаешь, ты выигрываешь, но не так, как хотелось бы. Вот великолепная серия в исполнении пирога. Еще один хороший удар. Но нельзя останавливаться. Нельзя. Соперник потрясен. Гонг. Нет. Рефери останавливает бой и делает замечание. Снимает очко с пирога за вот этот удар плечом. Но он всегда... Это движение у него на автомате. Вот он как бы защищается. Ну и в ближнем бою, видимо, двинул плечом соперника. Ну да, он несколько раз как бы ударил плечом подбородок соперника. Этого делать нельзя. Ну вот это очко, которое сняли с пирога, подействовало нахрен Масиеля. Посмотрите, снова он пошел вперед. Ну как же размашисто. За это надо наказывать. Не достает Масиеля ему чуть-чуть. Буквально там несколько миллиметров. Ну, в миллиметрах пролетают кулаки. Но за это и надо наказывать. Он же бьет. С большим замахом. Откровенно, в общем. Слабка. 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 Да, два раунда осталось. Ну все спокойно, дышит нормально пирог. Чемпионские раунды. Да, осталось совсем немного. И вот здесь произойдет самое интересное. Продлится ли бой до конца. Как красиво, да, все это в исполнении пирога. Но это красиво, вы знаете. Сейчас пирог обозлился, когда он потрес снова головой. Вот я невольно вспоминаю сейчас великого Роя Джонса. Который там же. Посмотрите, посмотрите, снова еще раз кину головой. Сейчас будет просто дубасить. Ну, посмотрим. Ну, еще раз хочется вернуться. Вот вспоминается Роя Джонс, который получал удовольствие в бою, да? Вот он... Тоже необязательно для него нокаутировать соперника. Ну да. Но вот показать бой красивый, уйти, не дать в себя попасть. Вот чем-то Дима напоминает. Вот сейчас Дима начал. Я вижу, он начал. Он начал штурм. Начал штурм. Но посмотрите, пропускать-то нельзя при этом штурме. Терпит все-таки втулующие удары Кавьер Массиен. Уже несколько точек ударов прошло. Прямо много пропустили, но держится молодцом. Да, иногда вот вагонят за красотой. За эстетикой что-то теряется. Но вы знаете, как сказал наш самый большой чемпион в профессиональном боксе. Человек, который достиг всех высот. Абсолютный чемпион в полулегком весе. Костя Дзю, он, посмотрев в бои пирога, сказал, он получает кайф от того, что он делает. Но все это понятно. Но все-таки он выигрывает бой, ведет бесспорно. Но все хотят достойной такой яркой точки в этом поединке. Вот встречный удар очень хороший. Но времени очень мало остается в этом раунде. Ну вот лично я хочу, чтобы бой закончился нокаутом. Как-то не хватает. Это вот зрелище, да, очень красиво и ярко. Но подчас оно поднадоедает. Но я знаю, что Дима может сделать еще больше. Я думаю, что сейчас Дима будет спешить нокаутировать соперника. Нет, я думаю, что он спешить не будет. А соперник будет упираться и стоять до конца. Я думаю, что Дима спешить не будет. Он также будет переигрывать его, наносить удары. Будет возможность, если откроется Масейль откровенно, то, конечно, ударит со всей силы. А нет, вот он показывает то, что показывает. Посмотрите. Это смотрится действительно. Ушел раз, ушел два. Выбросил на встречу. Попал. Ну и вот. Куда еще. Голова. Да, сейчас Хавьер Масейль уже выглядит мальчиком. Но все равно надо дать должное этому боксеру. Беспорно. Продержался, как бы не упустил в какой-то момент нить боя Дмитрия. Вернее, не то, что не упустил, не заигрался в какой-то момент. Все равно боксер показал себя настоящим, хорошим оппонентом. Стойким. Сильным. И главное, с характером. Пол раунда еще до конца. Слева, слева, слева. Ну вот, хорошая встречная боковая, но держит. Еще. Держит аргентинец, посмотрите. Стойкий боксер. С хорошим подбородком. Да, с крепким. Ну, минута до конца. Успеет. Но все равно любой риск надо исключить. Честно говоря, я на истину сейчас Масиеля скрятался в глухую защиту. Или бегал просто по рингу, чтобы достать до конца, а не рисковать. Ну, я думаю, он достает. Много ударов пропустил и в этом раунде, но держится. Держится молодцом, я бы сказал. Снова пропущенный удар справа. Последние секунды чемпионского боя. Гонг. Бой закончен. Бой закончен. Сомнений нет. Дмитрий Пирог защитил свой титул. Неужели так долго считают судьи? Обычно это бывает, когда бой абсолютно равный, какие-то сомнения. Что здесь? Нервная пауза. Итак, рефери вызывает боксеров в центр ринга. Не очень доволен, Дима, своим боем. Это видно по его лицу. Судья Лагуна Йенос. 115-112. Джордж Лагуна Йенос скажет 115-112. Судья Кехлер. 117-110. Джордж Кофер. Ну вот это более похоже на... Судья Мане. 117-112. 10. И судья Мане. 115-111. Джордж Мане скажет 115-111. Единогласное решение судей. Одержал победу И остается чемпионом мира Да, непростой бой Конечно Очень сложно Ну и честь и хвала Дмитрию Пирогу Что выстоял в этом непростом поединке Показал хороший бокс И снова остается Чемпионом мира Ну а мы на этом Заканчиваем нашу трансляцию Уважаемые телезрители Для вас работали Андрей Шкаликов и Борис Скрипко Смотрите бокс на телеканале Россия 2 Вы увидите еще много чего И очень интересного